Ионизатор воды Аквалайф Мини. Данная модель готовит два вида ионизированных вод, а именно ионизированную щелочную воду и ионизированную кислотную воду. В нем получится 600 мл кислотной воды и 800 мл ионизированной щелочной воды. Данная модель очень удобна тем, что ее легко брать с собой, забирать с собой в отпуск, возить на дачу и возвращать обратно домой. Очень удобно для тех, кто живет, например, один и ему не надо много воды. Катод выполнен из нержавеющей медицинской стали. Этот электрод выполнен из титана и по системе АИРТА восьмикратно покрыт металлами платиновой группы, иридием и рутением. Достаем внутренний стакан, покажу вам, как менять мембраны. Две мембраны у вас уже установлены. Обратите внимание, стрелочками указано направление, как вам необходимо мембраны вернуть на место. До конца фиксируем удобный носик, за который вставляем стакан на место. Две мембраны, как я уже сказала, предустановлены, и 50 у вас идет в комплекте с ионизатором воды Аквалайф Мини, равно как и жидкий ПАШ-тестер объемом 10 мл, и подробнейшая инструкция в фотографиях. Как готовить ионизированную воду в ионизаторе воды Аквалайф Мини. Наливаем воду сначала в стакан по указанным внутри меткам. Вот меточки у нас. Наливаем в основную емкость до указанных меток. Далее надеваем крышку. Важно темный электрод помещать во внутренний стакан, где у вас будет получаться кислотная вода. Светлый электрод в основной кувшин. Надеваем крышку. Подключаем прибор к розетке. Далее нам необходимо нажать кнопку включения. И загорится монитор. Здесь вы видите, загорается показатель PH. Для того, чтобы выбрать необходимый вам PH, вы всегда можете воспользоваться подсказкой в инструкции, которая находится у нас на седьмой странице. То есть PH и ОВП зависят от того, какое время приготовления вы включите. Мы сейчас с вами приготовим воду с PH 9,5. Для этого мы выставим с вами 15 минут. При помощи стрелочек мы с вами выставляем необходимое время, чтобы получить PH 9,5. Далее нам надо нажать старт. Пошел обратный отчет и буквально через 15 минут у нас с вами получится 800 мл ионизированной щелочной воды и 600 мл кислотной воды. Снимаем крышку. Внимание! Вот так правильно. А еще очень важно протереть светлый электрон. Делаем это после каждой ионизации. Мягкой салфеткой, без абразивных средств. Легко и просто. Переливаем с вами кислотную воду в стаканчик. Аккуратно. Сейчас с вами произведем замеры. Больше нам воды не понадобится. В другой стаканчик наливаем с вами щелочную воду. И в третий стакан мы с вами наливаем исходную воду, которую мы заливали в ионизатор. В комплекте к каждому ионизатору идет жидкий PH-тестер, который позволяет вам проверить PH как исходной воды, так и той воды, которую вы уже приготовили в ионизаторе. Итак, честно не помню, где какая вода. Сейчас мы с вами это узнаем благодаря жидкому PH-тестеру. Наливаем. А теперь сверяемся со шкалой. Зеленая получилась вода. Нейтральная. Это исходная вода. Здесь у нас с вами получился очень красивый, темный, насыщенный синий оттенок. И мы видим, что это равно PH-9. И здесь мы видим светлую водичку. Это кислотная вода с PH-4, ну 3, где-то на грани. Вы всегда сможете проверять PH воды, которую вы пьете и которую готовите. Пейте правильную воду и будьте здоровы!